Приветствую всех любителей баскетбола. С вами Дима Комаровский и рядом со мной стоит Женя Токарев. Только что завершился матч между Юнионом и Полесье. Ребята из Полесье победили. Евгений у нас набрал 27 очков. Как он сказал, это рекорд для него. Какие эмоции после такой результативного матча? Ну, конечно, сейчас пока еще немного взволнован. Понятное дело, рекорд, все дела. Мне, естественно, мне понравилась игра. Вообще, нам на сезон. Я считаю, у нас команда очень дружная. Все друг друга поддерживают. Я очень благодарен всем моим партнерам по команде. Это тоже их заслуга. Расскажите, пожалуйста, впечатления не только о вашем результате личном, а вообще о противостоянии с Юнион. Было ли тяжело или удалось все легко? Как эмоции после игры? Ну, я не скажу, что легко было. Особенно, как бы, ну, в начале плотно шли. В конце, да, в конце у нас получилось на отрывах вырваться вперед, как бы, да. Ну, и пошли дальние броски, в принципе, по этому победили. Команда крепкая, как бы. Им всегда просто немножко чего-то не хватает. А так, как бы, нормальная команда. А, вот интересно, чего? Вот такой взгляд со стороны, наверное, противника. Ну, мне кажется, может быть, именно вот завершения у них не хватает. То есть они вот так вроде все нормально разыграют, а потом на завершающей стадии они много-много мажут. Реализация формата, я сказал так. Отлично. Дальше поехали. Расскажите секрет, почему в том году команда была в блокидный ветер. А в этом полиесе. Расскажите, пожалуйста. Вот. Ну, мы блокидным ветром, получается, отыграли, ну, два сезона, на самом деле. Но вот после того, как мы попали в пловок, у нас там во время последней игры, как бы, ну, химия, я считаю, в команде немного нарушилась. Мы там стали там друг друга обвинять, там, в том, что они выиграли две игры. В итоге проиграли, получается. И, как бы, когда мы уже собирали новый состав, получилось так, что где-то процентов 30-40 состава поменялось. Ну, и мы считали, что тогда надо вынести еще раз на голосование уже название. Ну, и победила Полесье. А интересно, чья была идея Полесье, и почему вот именно Полесье? Вот чем это связано? Ассоциации какие? Ну, мы же, как бы, сами, команда Жлобинская, как бы, ну, мы считаем себя тоже, что это еще часть Полесье. Поэтому, ну, решили называться так, представлять свой регион. Почему нет? Такого названия не было еще в НБЛ. Пусть будет. Нам понравилось. Отлично. В принципе, я думаю, что всем нормально, вполне классное название «Белорусское Полесье». Если говорить о составе команды на этот сезон, на 16-й, будут ли еще какие-то интересные подписания? Либо Ростер уже сформирован, ничего нового ждать уже не есть? Нет, я считаю, что у нас уже состав, в принципе, сыгрался. Плюс мы все-таки, ну, команда, как бы, локальная. То есть мы представляем все Жлобины, все ребята, которые у нас играют, они все со Жлобином так или иначе связаны. Все прошли эту Жлобинскую школу. Ну, кому-то, Руслан Кулага, он с Гумеля, но, опять-таки, там, друг друг, там, многих наших, получается, ребят по команде. Поэтому, как бы, тут никаких проблем не было, мы всегда с ними играли и против них, там, и много-много, и на 3-на-3 встречались, и так. То есть, как бы, поэтому, свой человек, в общем, в команде тоже. Отлично. У вас в группе есть три ЛАС, которые, по сути, ну, еще плюс ВСС, с которыми вы, условно говоря, разыгрываете путевку в Д2. Ваше желание, желание команды по Лесе, куда все-таки попасть? Ну, как бы, мы бы хотели вообще, на самом деле, больше, ну, на мой взгляд, больше, как бы, победить в Д3 сначала, чем попасть в Д2. Но, как бы, проигрывать не хочется, поэтому у нас там до сих пор идут, как бы, споры, надо ли нам это, или не надо, в общем, мы еще думаем, как бы. А вот, если так, по-честному, соотношение, проценты, куда-куда, например, там, 50 на 50. Ну, да, есть игры, которые, как бы, считают, что мы можем играть в Д2, как бы, я считаю, что нам сначала бы Д3 выиграть, как бы, но там посмотрим, куда кривая вывезет, как бы. То есть, получается, если по Лесе попадает в Д3, то для команды будет стоять задача, это победа в турнире. Да. Поэтому это намного интереснее, как бы, намного интереснее биться за победу, чем во втором дивизионе, там, прозибать где-нибудь там внизу. Ну, я уверен, что мы, как бы, там, середки зацепимся, наверное, но, как бы, ну, хотелось все-таки сначала, ну, идти поступательно, ну, на мой взгляд, так. Ну, не все разделяют, но мнение, еще раз повторюсь, этого. Все нормально, все хорошо, это всего лишь мнение конкретного игрока. По поводу судейства в матче, как оцениваете, понравилось, что хорошо, что, может быть, не очень? Ну, сегодня, как бы, да, я вообще претензий не имею, в принципе, нормально. Ну, как бы, не сильно грязно, и мы играли, как бы, ни та, ни другая команда, считаю, что нормально, как бы, судейм тоже вопросов нет. Ну, все, отлично, спасибо большое за флеш-интервью, давайте, ребята, без травм, без всяких болезней, которые уходят вокруг нас, ну, и ждем Д2. Все. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова